А что еще какие-то у вас? Какие там неполадки еще были? Да неполадку одну никто не может убрать. Это неполадку. Я не знаю вам. Значит, у меня есть документы про эти бланки, деревенские здесь. И мне иногда нужно на бланке, на этом я всегда так делал все годы. Пишу письмо, оно солиднее выглядит на бланке. А сейчас это в петчбекере. А сейчас это не работает. Я не могу. Вот на нем печатать могу. А если вставить в него материал, вот в эту раму, в этот бланк, оно не принимает. Я копирую то и другое, на тот компьютер перехожу, вставляю, к себе переношу, над ним работаю. Туда и сюда. Это я не в силах. Я не смогу. Банк сможет, он просто рядом. Тут Алексей Загуляев пробовал, Гавриил, они ничего не могли сделать. То ли не предусмотрено это в программе новых компьютеров, то ли что. Так, пока не отошли. Если на вас выйдет этот Александр-то, Калинин-то, я послушал его, посмотрел, как он там о мусульманах, там отчий наш объясняет-то. Ну и хотел бы еще из вас, или как ему сказать. Он мусульманство утверждает. Он ссылается как на истину, на Коран. А этого делать абсолютно нельзя. Если он желает... А в чем, расскажите, в чем? Я сразу скажу результат общий. Если он желает работать с мусульманами, лучше учителя, чем Даниил Сысоев, священномученик, не найти. Вот так надо работать, как он. Он, авторитет Библии. Он беседует, и вот у вас там говорится в такой-то суре, в такой-то аяте, это Иса, это Иисус. Это другой Иисус, это не наш Иисус. Наш Иисус воскрес, взял грехи, а там тот не умирал и не брал грехи. Зачем он к нему прилепляется? Он им доказывает, чтобы они поверили, что у них в Коране написана истина. Нету истины там этой, которую он ищет. Там другая какая-то есть истина, но не о Христе. О Христе совершенно неверное написание. А он непрерывно весь ролик долбит в этом направлении. 16 глава, Деяния апостолов. Когда шла женщина-прорицательница за апостолами, кричала сии, люди, Бога Всевышнего, рабы. Они возвещают путь спасения. То есть, лучшей рекламе было нельзя дать. Но написано, Павел вознегодовал и сказал Духу, выйди из нее. Здесь нужно вознегодовать, что под именем Иса, Иисус, показан совершенно не тот, который в Евангелии. Вот в чем суть-то. Там он обыкновенно ни от Духа Святого, ни Второе лицо Троицы. В Коране это абсолютно другая личность. И Аллах, это не наш Бог Югова. Они ничего не понимают, а берется за это дело. Видно, что он совершенно ничего не считает. Ему нельзя этой темой касаться, пока ему голову не снесли. Второй вопрос. Я с ним говорил уже на эту тему, по поводу этого ролика. Я уже ему все рассказал, что все, что он сказал, пытаясь доказать мусульманам, мусульманам в момент все опровергнуть, потому что у них все это растолковано. И все, что он сказал, это пустоту. Пустоту-то это, ладно, пустоту. Но он утверждает Коран, как истинную книгу, равную Евангелию. Я понял. Он абсолютно не то, что не православный, не христианин даже. Он делает то, за что его немедленно нужно запрещать везде. И он не понимает, говорит слова, и видно, что в голове у него пустота. Это не его жизнь. Слова мертвые. Он не понимает этого совершенно. Он мертвый. Вот на этом мертвещении-то он поднял авторитет, посещение. Это все дым, надмение мира. Второе. Он начинает объяснять молитву «Отче наш». Параллельно берет две Ивы и Матвея, последние слова вообще выбрасывает. «Ибо твоё есть царство, сила и слава». Почему выбрасывает? Он, она там где-то, кажется, с маленькой буквы. Но это было одно. Он вообще не знает святых отцов. Он берет самое то, что ухватил у сектантов, у баптистов. Зачем он себя показывает православным? Зачем? Он никакой. Он не мусульманин, не сектант, никто. Но он доиграется, что свалится харизматом. Я уже говорил. Как Сергей Журавлёв. Он будет валять, салаять, мучать, что угодно. И домой его жена поведет на веревочке на четвереньках. Мне просто жалко его. Я молюсь за него. Он опустошённый. Он такой был, и на эту пустоту сатана вошёл. Похоже, что он одержимый. Он говорит, и у него слова везде. Куда ни глянешь, одна пустота, зияющая пропасть. Ему надо только плакать, молиться и молчать. Молчать. Читать смиренно и заниматься. Павел говорит, уверовал и ушёл в Аравию. Пусть он объяснит, что это такое. Прежде чем куда-то пойти, надо очень хорошо знать свою веру. Понимаете, Сергей, я говорю то, что я могу сказать завтра. А у него этого нет. Он говорит сегодня, а завтра у него совершенно другое. Он забыл, что говорил сегодня. Он послезавтра говорит не то, что говорил вчера и позавчера. Его нельзя ставить на вахту. Он будет подряд всех людей пропускать. Даже его вахтёром поставить нельзя. Он не понимает, когда он говорит со стороны, я гляжу на его губы, уста, глаза. У него опустошённость. Сквозной, говорит, затылок видать. Зачем он это делает? Почему он сам себя не уважает? Ты должен заниматься священным писанием дома. Взять блаженного фапиллаха, как наш трёхтёпник или златоуста. И в смирении, в молитве на коленях. И быть в церкви. Соблюдать каноны правила посты. Ничего этого нет. Он не понимает ему, когда говоришь. Он мёртвый. Ни одно слово до него не достигает. Но может быть через два что-то будет сказано. Я начинаю говорить и скажу, а ты его судишь. Мне зачем судить, когда он осуждён? Осужденного не судят. Он осужден. Я сказал подряд, что у него нахожу. Потратил немало времени. Посмотрел. Нигде, ни в одном месте у него не проскальзывает жизнь. Жизнь в Духе Святом. У него нет этого. Он не живёт этим. Это чужие слова. Даже где-то и правильно говорит, они не его слова. Они не имеют в себе, ну как говорится, харизмы. Нет. Там нет огня. Там так курящийся дымок от головёшки. Пускай учится стоять на коленях перед Богом, соблюдать посты. Православная церковь – матерь всем нам. Вот это ему надо вдолбить просто. И каноны церковные не позволены никому нарушать. А он их не знает и подряд топчет. А зачем они нужны? Он старается подделаться ко всем. И он говорит здесь не о мусульманах даже, а он подделывается. Я вот вроде говорил о мусульманах, посмотрите, сура, аят, сура, аят, там где-то всё взял. А оно абсолютно ни к селу, ни к городу. Мне не надо говорить о сурах и аятах. У меня целый том написан. Но я делаю только то, что сравниваю сура, аяты с Евангелем и показываю их разницу. Я весь Коран по сурам аятам разбираю во свете Библии. И я могу доказать любому, что нам это позволено делать. Позволено. Так делали святые отцы в житиях святых. Это самый продуктивный метод. И вот мы беседовали в доме Мулы, где в Азербайджане, в Баку. Я никогда не нападаю на Коран. Я просто ставлю вопрос. Вы настоящие мусульмане? Да, мы настоящие. У нас мирное отношение со всеми. Хорошо. А вот которые экстремисты, ваххабиты выступают с Кораном и говорят, вот надо делать то и то. А они не настоящие? Нет, это шайтаны. Это, ну, повторяет словаром Зана Кадырова-то. Я не спорю, это ваше мнение. Но я вам точно могу сказать заранее. Если поставить две кафедры рядом, и у каждого в руках будет только Коран, ваша священная книга, они будут победителями. Без оружия. Они экстремисты. Это и хорошо, что экстремисты. И поэтому меня когда спрашивают, вот у меня в 18 томе написано, а можно ли достичь мира с мусульманами? Можно. Но это фактически только один вариант. А какой? Один вариант, они не будут знать Коран. Совершенно отнять эту книгу. И тогда беседовать, касаясь их совести. Давать им чистый Евангелие. Вот так можно. Только так. И сделать их христианами. Второй вариант, чтобы они очень хорошо знали Коран. А мы хорошо по-прежнему знали Евангелие. Мы встанем на колени, нам отрубят голову. И наступит мир. Мир. Однополярный. Другого варианта вообще нету. Никакой консенсус тут ничего не поможет. Это все болтовня патриаршая. Это не может быть. Те люди, которых называют ваххабитами, экстремистами, они говорят, почему мы отступаем от Корана? Это наша священная книга. Мы обязаны ее исполнять. И они ее исполняют. Исполняют, жертвуя жизнью своей. Давайте реально посмотрим. Я не могу им говорить, что вы давайте Коран не исполняйте. Я могу только сказать, что я должен исполнять Евангелие. Все. Я не могу другого сказать. Исполняй, не исполняй Коран. Да, как христианин я могу сказать. Не исполняй. Ты погубишь душу свою. Делай, как христианин. Но он этого не слышит. Вот сейчас разделился. Коран означает, допустим, сунди дышит. Вы как понимаете, Коран это убийство неверное или мирное? Убийство. Убийство язычников, но не христиан. Когда говорят, что мусульмане призывают убивать всех христиан. Нет этого. Это обман. У них написано, мы люди Писания. Хотя это, знаешь, с натяжкой. Какие мы люди Писания, когда Писания не знаем? То есть я имею в виду прихожан. Им не дали Евангелие. Но они по-прежнему твердят, иудеи, и христиане, и люди Писания. У тех Ветхий Завет, а у этих Ветхий и Новый Завет. Язычников уничтожать, если не принимают. Христиан можно держать вассалами, чтобы они платили налоги закятом свой. Тогда да. Платить налоги. Не убивать. Призывать христиан убивать. Такого нет. И крест на спине носить, да? Они там не говорят про крест на спине. Они пошли убивать, завоевывать гроб Господний. Гроб? Даже не Христа. 14 крестовых походов. Да как они нас должны смотреть, мусульмане? Они правильно говорили Кириллу Мефодию. Ну у вас же написано, что не убивать. Они ему показывают. Он начинает туда-сюда вилять. Так он святой, Кирилл Мефодий. В данном случае он был на 100% неправ перед мусульманами. Чего вы авторитетами давитесь? Вот это увидал Андрей Кураев. Почему другие не видят, когда я говорю? Андрей Кураев сказал. Для Игнатия плевать на это все, что вы говорите. Не по Библии все кончено, не по канонам. А для меня не наплевать. Я думаю, что скажет епископ. То есть он прямо говорит о себе. О себе говорит сам. А это нет. Надо быть в первую очередь совестливым по совести. Евангелие вторичное, говорит Иоанн Златоуз. Оно позже пришло. А по совести мы должны признать, что во многом вот такие, какие есть мусульмане, даже те, которые в Азербайджане, в Турции. Это я не беру Саудовскую Аравию, Тунис. Там на полную катушку они делают и мучают. И кто Евангелие читает, пальцы режут и прочее. Это сатанисты, которые так делают, поступают. Но у них написано. И он старается выполнить. Если он изменил веру мусульманскую на православную, его надо убить на христианскую. Убить надо. У него написано. Он выполняет закон свой. И отсюда решили еще этот закон. А то у нас священная книга и у них. Для них отвечать надо, а не у них. Когда где-то бывает взрыв, говорит, погибли ни в чем не повинные люди. Ни в чем. А почему они на небе были? Ни в чем не повинные со Христом. Сказать, а они не повинные в том, в чем их обвиняют. Вот линии НКВД брали. Вот как надо говорить-то. А то ни в чем не повинные. А о вас можно сказать не повинные? С утра до вечера повинные. Говорят, вот тоталитарное, там то другое. Более тоталитарное, чем пророк Моисея и Мухаммад не было на земле. Они как будто на одной доске стоят. Но у них закон. По одному тому, когда я в Санкт-Петербурге разговаривал с мулами, мулы, ни один, ни два, комната. Я задавал им вопрос, а они мне задавали. Скажите, простой вопрос. У вас девушки выходят замуж. Какой процент сохраненного девства? Они меня не поняли. Ну я говорю, девственность у них. По которой можно определить любому врачу и гинекологу. Да вы что? Да разве это можно? Так она же не замужем. Я и про это и спрашиваю. Нету. Какой процент? Сто процентов. Ну а бывает что где-то? Бывает, но ее сразу зарежут. Родной брат обязан зарезать ее. Или отец убить ее. Они перешагивают иногда все здравые границы. Брат что-то не поладил с сестрой. Что он не поладил, не написано, но не поладил. Сидят за столом, обедают. Отец смотрит на свою дочь красавицу. А сын с ней распорил. И говорит, папа. А она снималась в фильме. Отец сразу насторожился. В каком фильме? Да вот в таком-то. И там целовалась. Она опустила глаза. Дочь моя, было это? Да, было. Дальше не предполагал никто. Он вытащил пистолет и сразу застрелил ее за столом. Вот как. А у нас в восьмом классе уже трудно найти, чтобы она была не порченная. Что? На равных идем? А почему? Так они ходят, причащаются. 95% крещеные. Кто? Шлюхи, проститутки, бляди. И не надо крутить головой от этого слова. Сейчас пишут в газете. Вот такой-то, такой-то. Там Румянцев, ну там Щербинский. Какие были. А он, говорит, был выбледок. Ну, говорит, неблагозвучно звучит. Это незаконно раздвенный. Это газета пишет. Комсомольская правда. Выбледок. У них другого названия не было. За что на Максима Степаненко напали? Он сказал по порядку. Как написано в словаре Дьяченко. А словарь выпущен патриархией. А так вот, то есть, мы золятся перед народом. Прямо встал и сказал. Он сказал слова даже самые обыкновенные. И заедают. Мы должны сказать так. Нам с мусульманами по вопросу сохранения девственности не придется равняться. Собирается российский, всероссийский, там патриотический какой-то союз, собор. И там, конечно, и патриарх бывает. И речь идет об уничтожении, полное истреблении русского народа. Почему? Народ вымирает. Уже тревогу бить поздно. Каждый год речь идет о миллионах, умирающих от алкоголя. Рождаются идиоты. И когда считаешь цифру, я вчера только этим занимался. Понимаешь, ужасаться не приходится. Это мертвое кладбище. У мусульман спрашивают, сколько у вас вот таких, которые... Они не понимают, но я не говорю про Узбекистан, какие они, нарочничные. А там, где соблюдает ни одного, бывает, что выпивает. Бывает, что их сразу казнили. Все. На дороге ни одной аварии от пьяного нет. Не задавили. А у нас это вопрос за вопросом. Сколько мы билет, про билет, там можно ему пьяным быть. У них вообще вопрос не стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он на задницу полгода не сядет. И не нам судить их. А сколько аварий нету? У нас такие законы невозможно. Крестьяне. Мы же православные. У нас... Мы православные мы. У меня знакомые очень близкие. Я говорю, что ж ты пьешь-то? Валяешься и упал перед сельсоветом. Лежишь, чуть не замерз. А что, меня назвали сектантом. А я и доказал, сектанты не пьют. А я вот он лежу. Это самый мощный довод. Миссионерской работы. Его уже никто не назовет сектантом. Потому что он пьет. Да еще закурит. Если... Времена-то, в царские времена, монополию, как все равно, и казнили, и бороли, как все равно же самое. Какие страшные были. И на дыбу, и на кол зажали, и рисовали все, что хочешь. Еще раз говорю, что ислам, в исламских, где Коран, лежит на престоле, полностью истреблено это. Этого нету. Если возникает, то зарубежники приходят. Но они идут в подписку. Их арестовывают, порят. Огромные штрафы. И пока не заплатят, не выйдет. И каждый месяц на площади ему 40 ударов. Там сумели, а тут не сумели. Значит, не хотели. Царь все может сделать. Советская власть сумела, чтобы никакие подпольные здания не были. И все кончилось. А то любим свободу. Анекдоты про Сталина могли быть в сталинское время? Не было. Одно слово пыхнуло, мыкнуло, его нет уже. А то вот это они хотели, значит, то и сделали. Вопрос очень простой. Не хотели. Это обман. Ну вот, недавно вы же говорите, что нас боялись. Это значит, тогда нужно бояться. Да я не про нас говорю. Дорогой брат, я к этому не призываю. Я просто объясняю события. И когда говорят, боролись, я говорю, не боролись. Борются мусульмане. Мы не боролись. То есть, я имею в виду, мы русские. Я говорю, что боялись. Царя должны бояться. Даже написано, царя бойся. Царя чтите, бояться надо. Это же подразумевается, что мы под страхом наказания, что должно быть наказание. Должно быть наказание. Еще раз повторяю, должно быть. Но не смерть. Казнить не может. Нам не дано убивать. Любое наказание может быть. Пыточное, какое угодно. Потому что он царь. Издал законы, будут за каждую. Где-то пьяница есть. Вот как в мусульманах. Пусть берут. Они для иностранцев не казнят. Не казнят иностранцев. Ну, не запечатанный буфет. Из Нидерландов корабль в порт Джигду прибыл. Повторяю еще раз. И всего лишь только зашли, когда у него оказался буфет неопечатан. А там водка. Ну, там шнапс, вино. Его арестовали. Корабль пошел без него домой. Ему дали два с половиной года. Немножко. Штраф дали такой, что пять лет будет работать. И каждый месяц выводить на площадь и пороть его. Все. Он домой пойдет без корабля. По волнам побежит. Святой будет. А какой бы вы указ издали? Вот меня спрашивает там патриарх. Я отвечал. Я бы был президент. И если бы был президент, вот сегодня, в первую очередь бы под роспись всех взял. Первое государство. А то убрать все лежащие полицейские во всей стране. Ни одного, чтобы нигде не было. Срубить. И за каждого, где кто-то полезет, делать тщательный розыск. Миллион. Отнимать машину, чтобы он никогда не садился. Ни в автобус, нигде. У меня четкая программа. Эти лежащие полицейские сколько машин разбили, сколько людей погубили. И как будто не видят. И сейчас в Москве везде убрать. Личные убрать. Прям огромные-огромные спампандеры эти висят. Второе запретить водку. Любой алкоголь. Любое пиво. Если есть алкоголь, в кефире и кефир убрать. Или научиться приготовлять без этих. Пьяный был пьяного. Арестовывать и в руднике его. Все. И пусть там работает. Безвыходно, чтобы они знали. Домой уже не возвращается. Разовое. Не три раза, не четыре. Все. Никого не надо убивать. А если он делает это, полный обыск, полная конфискация, арест и в подвал его. И там пускай работает в шахте или где. Так было у Истиняна Великого. Которого потом церковь православная провозгласила святым. Все. Это что все просто делается. Остальное лукавство, хитрость. На сколько метров от учебного заведения пивной ларек может ставить. Как будто на 50 метров они не пробегут учащиеся. Я сейчас могу маленько ошибиться. Но не столь важно это. Кажется, в Гватемале было. Два полицейских и одна брата родные. И одного убили в перестрелке с мафиози. И он сказал, скажите, вот эти, которые стреляли, теперь пойманы. Вы верите, что выйдут? Все полицейские говорят, да, конечно, выйдут. Подкупы, все. Но мы можем с судьями бороться? Не можем. Поэтому этих людей только уничтожать нужно. Вот как есть фильм «Ликвидация», если видели. Когда Жукова в Одессу прислали. Он выделил самых лучших разведчиков. Ну немного, там человек 200 по городу, чтобы они тоже как бы привлекали-то. И сразу на месте расстреливать, когда грабят. И все это показывают. Потому что их ловят и выпускают. Ловят, выпускают. И они начали делать, подбирать всех. Вывозят их, расстреливают и говорят. Кусок колбасы лежит на такой-то помойке. А корреспонденты едут, фотографируют. Как остальные бросились бежать из города, все поняли, игра кончилась. Что на улице можно было спать, и никто не потревожить, не возьмет. Это в настоящее время. Это показано в фильме «Ликвидация». Показано. Это делает якобы Жуков. Ну дело нет, но в фильме так показано. И лучшие из лучших пошли туда. Да, кое-кто погиб. Но остальное-то все. Гробы понесли вереницей. И остальные хлынули из Одессы. А то мать всем ворам. Да всем ворам мать власть. Власть мафиозная, коррупционная. В Китае коррупционеров всяких, взяточников выводят на стадион и в затылок расстреливают. И сегодня в интернете все это выставлено. Девушки там стоят. Выстрел, она падает. Я, повторяю, не призываю. Я за это. Как человек, у которого есть совесть. Но как христианин я к этому не могу призывать. Я не могу, как христианин, призывать к сухому закону. Но наказание должно быть. А это уже власть пусть решает. Пусть у Таиланда позаимствует пороть. У Истиниана. И повторять только не три, не четыре раза. Только один раз. Но предварительно по всем предприятиям, школах, чтобы каждый расписался. Все агитаторы, лекции, все направить на одно. И все кончилось. Сколько труда положил Владимир Георгиевич Жданов. Президент Международной компании оздоровления и прочее. Президент. И что он себя упарил, ничего не сделал. Отдельно, говорит, приглашали в патриархию и считать. Ну, у него, наверное, хорошая была. И он в патриархии, он говорит, приглашали специально проводить лекции с попами спившимися. А у них как будто главная задача воевать с Игнатьевым. Больше ничего нет. Все это решаемо. Но масонам они так нужны, как дикий черт в пурпурном одеянии. У меня поет он вчера, Виктор. Басоны так нужны, как богу черт в пурпурном одеянии. Чтобы на этом, на противоположном сыграть. Разума нет пропили. Деградировавшая нация. И можно ли спасти народ? Богу известно. Спасай свою душу. Хорошие слова я высчитал у Игнатия Бринчанинова. Ты не посягни на это немощной рукой остановить это все. Поток этой лжи, заразы, пьянство. Тебя просто потоком сметет. Я рядом не могу ничего сделать. Он у нас в общине, он пьет. Его же еще только с ним не делали. Я единственное, что могу у него бесплатно ребятишек брать, держать. Нажрется и опять все пропил. А власть ничего не делает. Мать ко мне обращалась. Примите какие-то меры. А у нас нет рычагов на это. Если бы можно было, я его истинно отдал бы. Он бы его вылечил. Прекрасный человек. Мастер на все. Как сдурел. Но я причину знаю, исследовал. Я всегда исследованием занимаюсь. Я нашел абсолютно точную причину, откуда она. Но говорить я ее не могу. Я могу только говорить ему. Ему и жене. Причина в общем. Он прячется сам от себя. Он краснодеревщик, обувщик. Любую работу даю. У него все в руках горит буквально. Его по-другому не называл бы, как огонек. И он был у меня в послушании. Пас со мной. Мы жили с ним в одном вагончике. Цены нет ему. Когда-то он занимался восточным единоборствами. Мы звали его Тамильский тигр. Как только самостоятельно стал, женился, и все кверх ногами пошло. Дети хорошие. У них дети хорошие. И мальчик. Дети хорошие. Я каждый год их беру бесплатно. Из года в год. Я больше сделать не могу. Пацаненок, главное. Отец глухонемой, а пацаненок матерился. Но я его не беру. И нынче было уже, ничего этого не было. Только с характеристикой от священника. У меня свои правила. Я за них отвечаю. Там я не могу никак. Я ему говорил. У меня нет никаких рычагов. Ну так я подойду ему. В лоб стукну маленько и все. Что ты думаешь? Что ты делаешь? Жена такая. Работница. С высшим образованием. Эх ты. Балда не отвесная. О нем говорит только плакать можно. Он безотказный. А как быть верующим человеком? Как же избавляться? Ведь из него страха Божия имеет. Не имеет. Не имеет страха Божия. Не имеет. Многие, Павел говорит, потерпели кораблекрушение в вере. Вопрос не задавай, как? Там написано, потерпели кораблекрушение. То есть мы плывем. И терпим кораблекрушение. Многие, о ком я говорил и ныне со слезами говорю, стали как враги Креста Христова. Стали. Они не были такими. Они превратились. Они плыли. Они утонули. Это было всегда. Если бы этого не было, мы сказали, дьявол скован. Совсем. А то только так. На расстоянии цепи. Я начал вам с Калинина. Если будет возможность, как-то подскажите. Скажи, позаботься о душе. Ты не можешь любить ближнего, как самого себя, потому что себя не любишь. Как один зашел. Ой, я гляжу, Игнатий Тихонович очень сильно себя любит. Везде его фотографии выставляет. Там это ролики. Ну, как бы уколоть. А у него ничего нет. Ну, у меня есть что сказать. С чего люди берут пример. И, во-вторых, не любя себя, я не могу любить ближнего. Что это за игра такая? Не любит себя. Не любишь себя, значит, тебе трын, трава везде. Мы потому и спасаемся, что есть страх, Божий и любовь. Как я могу любить ближнего, когда не люблю Бога? И не любишь брата, который рядом? Это один разговор только. Любить себя, опять же. Можно любить тело свое, а можно любить душу свою. Да. Как-то так. Я вот тело свое ненавижу, а душу свою люблю. Вот так. Любить себя. Ну, зависть. А ты себя любишь? Не любишь. Я, видимо, заранее знал, не любишь. Я говорю, а я люблю себя. И поэтому для меня мерка дана. Мерка – эталон любви к себе. Но у меня любовь не ваша любовь. Если я любил бы людей так во всем, как я, то никого бы рядом не было. Вот сейчас тут Володя ухаживает за одним. А мужик тогда хороший мужик. Хороший пенсионер. Капризный. Ну, и любит капусту квашенную. Ну, мы поехали, а Серафима Гавриловна, это старейшая бабушка, которая в Потеряевке, она... А капусты надо? То помидоры, то арбузы давал. Я говорю, да мы что-то не солим, но я бы взял. Ну, ладно, у нас маленькая есть. А когда спросил, ребята, при погрузке, то надо, Михаил, то есть один человек хотел брать, чуть не назвал. Тьфу, язык не воздерживает. Ну и привезли. А ему он даже не видел наши вилки и забраковал. Он говорит, я пойду сам по базару и выбирать буду, какой самый сочный вилок. Ой-ой-ой. Да я разве могу так его любить, как он, чтобы я по базару пошел, что я раз люблю и буду вилок сочным. Я капустные листья заплеснил ржавленные и ем. Что я ем-то? Картошка, которая на мизинчике ноготь, так чуть поменьше, я собрал всю ее. И как я ее счищу, сварили, счистим уже в третий раз, начистили. Растолкли ее и съели. А которая хорошая, которая хорошая, это кому-то дать. У меня любовь-то странная, сказочная. Как Снегурочка-то, она говорит, худую ягодку в рот, а хорошую в корзинку. А сестры-то наоборот делали. И у нее всегда было, я стараюсь себе похуже. Да, я обормот, да, что попало на мне надето, но я не вижу этого. И мне как раз, что я ни одной копейки не стратил на себя. В этом мое удовлетворение. А поэтому я всегда при деньгах. У меня не было, чтобы не было денег. Поэтому люди знают меня, не знают, стараются совать мне. В другой раз отойду, гляжу в карманы, опять уже то десятку, то пятерку. Надо быть... Говори. Большой, не звонил? Не звонил. Хотел спросить, да побоялся тебя. Значит, они где-то там. В тех кругах. Может, даже на Соловки поехали. Каждый год проверяют мертенцов, не убежали ли они. Я когда им говорю, да вы возьмите, поезжайте в Калугу, да коня от меня шарахаются все, папы. Да возьми машину, да на эти деньги, которые ты тратишь зряшно, за которые Бог себя спросит. Что ты по покойникам-то едешь-то? Я ни разу там не был, и меня не тянет. Что бы я там на Афоне делал-то? Мне нечего делать. Меня интересуют живые люди. И Христос. Видишь, у меня другой подход-то, чем у них. Меня не интересует что-то. Но в этом не интересует, я получаю полное удовлетворение. Я сейчас не могу глазком крутить, показать, как у меня постель. Вот, одно солдатское одеяло, солдатское тут. Я преподавал, вел занятия в летном училище, в Высшее Барнаульское летное авиационное училище. А когда его замонтировали, вот там сейчас милиция. И когда его ликвидировали, то многое мне дали. Многое я перестирал, ну не я, а вместе возили. Спрашечные большие, шинели, кителя, и все такое, одеяло солдатское. Хорошие они. Но холодно, я делаю два. Холодно, у меня есть запасные ватные. Но в комнате так холодно, что промерзает. Тогда уже сверху плащ-палатка солдатская. Два на два метра. Она, ну, плащ-палатка зеленая. Она ровная, как покрывала. Все закрыло, и мне сразу тепло стало. Оно не выпускает тепло. Ну, кто посмотрит, скажет, это жизнь его. А я каждый раз наговорю, милая моя постелька, да как я тебя люблю. Хоть добрался опять до тебя. Вечером-то. Самые счастливые часы, когда я с головой туда лезу. Потом нос высуну, и еще раз Бога поблагодарю. И глаза закрыли. У меня один человек был рядом. Мы все-таки записали, за сколько я засыпаю. 17 секунд. 17 секунд. У меня сон, как у Наполеона. Перед битвой еще. Для меня главное, что я в этот день прославил моего Бога. Залез, у меня своя постелька. Кто же тут будет лежать? Как он будет смеяться? Скажет, он лежал, как свинья. Свинья лежит, где называется Гайно. Ну, это, где она лежит. Но она никогда там не оправится. Она в другом месте. Она счастюля такая, свинья. Люди-то ничего не понимают. Я вот перескакиваю с темы на тему, но так раз коснулась. Вот люби ближнего, как самого себя. Подарили, не подарили, а на работе, когда работал, дали полушубок. Хорошо, хороший полушубок. Сторожем был-то. И он у меня так и лежит. Кто бы ни появился, я на всех примеряю, отдать. И никто не берет. Да зачем он мне нужен? Если бы брали, то у меня тут уже склад полушубков был. Мне все интересно и всегда весело и смешно. Я про себя смеюсь, а не вслух. И постель меня, моя Ида. Мы вот чашку как приехали, неделю прожили. Сегодня второй раз только печку затопили. Второй раз. А Надежда Васильевна каждый день жарит. Я что хотел сказать, я сейчас сегодня мальчик вижу и думаю. Я говорю, ваша ценность основная в проповеди. Понимаете, в слове. У вас талант, титанический, гигантский талант, вот именно в проповеди. Вы ценитесь вот этим словом своим. Да в проповеди в видео... Сергей, это вы что, люди? Их много проповедей в видео и в аудио. Сотни. Их много, много. Которое, я говорю, в храме. Люди ждут нового. Ну, новое, вот сейчас я не езжу никуда, и поэтому, а дома здесь я не проповедую, нигде. Только если в епархии. Молодым дали место. Ну, так и нравится встречи. Людям тоже любят смотреть встречи с другими людьми, допустим. С кем-то беседовать. Вот это тоже. Ну, знаешь, надо, как их назвать эти? Провайдеры, что были наяву здесь. А они устраивали встречи где-то, я не выхожу никуда сейчас. Вот Сергей сейчас занимает занятия, это ведут, я говорю, когда 31 человек уже будет, я приду вести занятия. А это вам по силам. Ну, а что ж, а сколько у них там посещаем из-за какая-то? Шесть человек. На дому собирается. А как? Ну, а вот мне Ольга писала, что там в библиотеке у нее, где там она предложила. Это маленько на более поздний период узнаем. Я когда вел занятия, вот сейчас посмотрели, все до одного института, техникуме, школы, десятки школ у меня были задействованы. Где я выступал? В день примерно по три встречи, минимум. И почему? Потому что времена, видимо, были другие, или как понять. Но я работал вообще без помощников один, совершенно один. В кинотеатрах. Полные, переполненные. Меня привозят военные, и по коридору, который коридорщик, где сидений-то нету, и меня тянут за руку, не могут протянуть. У меня было очень и очень большие аудитории. Где только можно было. Востребованность такая. Это времена такие были. Спрашивают потом. Есть человек, спрашивает по трехтомнику. Он задает такой вопрос. А почему эта техника считает трехтомник свой чем-то новым? Ведь есть у вложенного феофилатный смысл трехтомники. Какой смысл вообще? Я показываю, я рассказываю неоднократно, что наш трехтомник изданный, это лучший за все издание за 1100 лет. Лучший по восьми параметрам. И я их показываю. Вопрос, зачем задавать теперь? Он спрашивает, почему он так преподносит, что он будет говорить, что я первый сделал, что такого аналога нет. Повторяю. И так, что как будто никто больше этого не делал. Не делал никто ни восточной, ни западной церкви. Первый пункт. Ни разу еще нигде не издавали полное толкование нового завета с откровением. Зарубите им, говорится, на каком-то месте, чтобы шрам был. Ни одна морщина, на которой сидят. Никто никогда не издавал полностью новый завет с толкованием, с откровением. Первое. Мало? Значит, чего-то это стоит. Они не могли назвать его новым заветом. Ни в пяти, ни в трех томах. Первое. Второе. Первое, если проглотили, второе еще пойдет легче. Никогда. Блаженный Афиафиалакт. Не издавался, чтобы отдельно было выделено шрифтом особое отношение к проповеди и к Слову Божию. И чтобы на это дать комментарии. Никогда, нигде, за тысячи сто лет. Это сделал я впервые. 297 комментариев и, может быть, 400 с лишним выделенных мест, на которые надо обратить внимание, где об этом он говорит. Этого мало? Впервые издан новый завет блаженного Афиафиалакта с толкованием с иллюстрациями лучшего иллюстратора за всю историю мировую. Это Гюстав Доре. Это лучший. И при том, мы его раскрасили 230 иллюстраций плюс 10 из классики. Потому что там есть пояснения, которые к этому относятся. Третий пункт, которого нигде не было. Оживлять, да разговаривать не надо. Иначе бы самые большие люди не хвалились этим трехтомникам, что они его имеют, которые с удовольствием считают и дети. Три пункта. Это маловато? Дальше. Никогда не издавался новый завет с толкованием, опровержением самых современных сектантских толкований, которые делает отец Геннадий Фас. Они к каждому слову придираются. Комментарии Лапкина. Написано, как вы смели на новый завет показать эту фамилию Лапкина Игнатия? Я говорю, посмотрите. Я этому человеку сказал бы, что отвечать. Вот почему. Вы его издаете неумело. Непрофессионально. Далее. Слова, которые евангельские, пишут на церковно-славянском языке. Библейские. Они как заколдованные. У меня ни одного слова церковно-славянского нет. Дальше. Еще. Это уже шестое качество. Они ее разбивают по перекопам аммония, не по стихам. Я ее всю разбил по стихам, как издается Библия. Почему никто не разбил? Оттолкование по перекопам. Разорвал перекопы, сделал прямо по этим. Это впервые за тысячи сто лет. Для меня слово впервые – это обычное слово, с которым я в обминку иду. Я никогда об этом не думаю впервые. Впервые не придаю особого значения. Но вы-то должны придать. Зрители. Чего удивляться-то? Я не спрашиваю ни у кого разрешение. Я делаю и молюсь и делаю. Это моя колокольня. Я ее построил. И я оттуда звоню на весь мир. Но теперь вы поняли, поняли. А почему никто это не сделал раньше? Потому что я не родился. Это попричное для меня Бог назначил. Вы меня ждали тысяча сто лет. Их как это трогают. Ой, вы о себе говорите. А о тебе я еще буду говорить. Это пустое место. Я достоин того, чтобы говорили об этом. О том, что я это сделал. Я подписываю. Анонимно ни одной бумажки еще за всю жизнь не написал. А вы трясетесь. Фотоаппарат направишь на тебя. И три дня отмывать надо. Чего вы боитесь, как Вольф Мессен боялся любой съемки? Чего он боялся-то ее? Потому что дьявол стоит рядом. А не ты. Он урод развивается с клыками. Дальше. Это я все объясняю. Блаженный Африалакт, вы считали? Да, считали. А вы как считаете? На современное надо-то дать небольшие комментарии к его толкованию. А зачем? Он даже не понимает, что я говорю. А я вопрос ставить не стал. Я дал комментарии. И они помещены в этом трехтомнике 297. Кто вас спрашивал, спросите. Прочитайте комментарии, которые дает Лапкин Игнатий. Там отдельно черточками отчерчено и написано и Л, и другим шрифтом. Так вы толкуете? Я не толкую. Повторяю, ни одной буквы не изменяю. А комментарии вставки. Я расширяю то, что тогда, тысяча сто лет назад, было не видно. А сегодня видно. А как вы знаете? Да так. Об этом сказал Игнатий Бринчанинов, я панзотворник, ян Кронштадтский. Я их слова вставил туда. Что я сделал не так? Конкретно скажите, что я сделал в этом комментарии не так? Он опускает голову. Зачем же ты берешь грех на душу? Мне Бог дал, меня Бог избрал, меня поручил. Ты не избранный. У тебя другая прописка. Поэтому ты за мной ходишь и лаешь. А теперь эту книгу-то читают. Я был сейчас в Потеряевке в последнее время, я не знаю сколько, но, наверное, 5-10 человек. Трехтомник, трехтомник. Да я всего несколько раз помянул его в интернете-то. Я обязан это сказать. А кто будет знать про него? А у меня уже остается совсем ничего. Что интересно, когда я отдельные места высвечиваю, делаю крупным шрифтом, то попы говорят, нет этого, прямо лопаются, нет этого. Но я говорю, следующая встреча наша далековато. Вы позвоните, есть или нет. Звонит, так оказывается у меня тоже это есть. Я говорю, а ты когда его считал в последний раз фипелакта? Вы мне покажите одного человека, одного, одного на всю Россию. Нет, Россия это мало. В мире, чтобы в частном порядке человек издавал трех, не трехтомник, а блаженного фипелакта. Ну покажите. Это не типография Сойкина. Я один, один всего лишь. Ни средств, ничего нету. И на что я замахнулся? С такими фотографиями, с такими... Ну ты понимаешь, что это не две копейки стоит. Если за два года прошлые я подарил только на 7 миллионов 150 тысяч. Ну понятно, что это необычное. Что у меня под каждой заплатой по миллиону. Это Бог так делает. И пусть они похвалятся такой близостью Сергея Козлова. Какую дал мне Бог. Сколько на меня уже грешного время потратил. Они к вам пришли, ушли. Я имею связь со многими людьми. Приезжаю из Потерябки, а у меня во дворе сидит человек. Корреспондент газеты одной. И наш разговор запечатлен в книге «До слова Божия нет уз». Сеющие со слезами будут пожинать с радостью. Служение Игнатия Лапкина. Как мне сказали, еврей. Еврей. И он ни одного слова, сам писатель оказался, он ни одного слова не изменил, написал как есть. Самое непонятное. На другом языке сделать доступным для любого человека. Точка. В этом весь Лапкин. Пусть о каком-то попе еврей писатель напишет так. В этом моя вся тактика. Самое непонятное. Самое сложное сделать понятным для любой бабушки. А я сижу с благощинным и говорю, бабки-то работают у вас. Сколько здесь? Ну, пять уборщиц. Пять уборщиц. Посчитайте, сколько они исходили здесь. И стерли полов. И ни одна не могла мне ответить, что такое праздник преображения. Ни одна. Город Барнаул. Покровский собор. Собор. Ни одной. Такая чё, они ничего не понимают. Эти бабки, они такие и есть. Почему такие слова о бабках ни один баптист никогда не скажет. Ни один адвентист. А они их учат. И завтра эта бабка, свидетель Хейгоу, пойдет от двора к двору. В 84 года. Инвалид второй группы по зрению. За руку держит внучка, которой ей доверили. И она с ней пойдет от квартиры к квартире. Вот в чем дело-то. Попы мертвые. Они все вокруг замораживают. Я как-то сказал Александру Меню в беседах. Я говорю, вот дали бы священникам место на телевидении, по радио. Как бы они могли. Он говорит, хорошо, что не дают, брат мой. Да такого, говорит, петуха дали бы. Когда он говорит, только придется сказать, не веди нас в искушение. Господи. Они не любят Христа, не любят Библию. Вот два момента, которые пусть они перешагнут. И тогда мы будем стоять рядом. Они не пережили духовного рождения на дороге в Дамаск. Они не были... Я сам сказал на себе вот это вот. Я просто начал, как говорится, вопрос задавать уже по Библии. Бабам начал задавать. И видел, что не знают ничего. Они сразу вас зачистят в сектанты, во враги. Им не надо, чтобы ты задавал вопросы. Главное, чтобы ты согласился выполнять все, что они скажут. Они взамен тебе пообещают царство, которое не знает и куда они не попадут. Он ничего дать не может, если он не исполняет Слово Божие. Я не говорю о всех. Сразу делаю оговорку, чтобы меня не убили к утру. Они безжалостные, жестокие, бессердечные. Бесталанные. Все слова они принимают. Когда скажут, бесталанные, они против. Это мне священник один говорит. Вот исповедуй. Я говорю, ты же грешница такая. И еще... Да, батюшка, виновата. Ну почему же ты, Лукеря, такая ленивая? Она говорит, сразу слезы утерла. Нет, батюшка. Я как пчелка. Я с утра до вечера тружусь. И говорит, я еще ни одной не встретил, ну, за 20 лет священства, чтобы хоть одна согласилась, что она ленивая. Совсем соглашается, а это нет. Вот и все. Попы, они недвижимы духом святым. Корысть и трусость. Главное их болезнь. Трусость и корысть. Они опутаны этим. Я во сне, уже видел не раз, просыпаюсь, а у него весь двор людьми стоят и вызывают, выйти, подсказать. Вы там в комнате-то сидите, там 2-3 человека. Вы посмотрите, сколько людей у вас. Я выйду, глаз не охватывает. Священники там. У меня был один раз, я в Москву приехал, три архиерея тайно пришли на квартиру. Задать вопросы. Ну, пускай кто-нибудь из мирян покажет или священник, который к вам пришел, чтобы к нему тайно. В советское время, повторяю, в советское время он рисковал очень многим. И чтобы на квартиру пришли, это чего-то стоит? Так вы говорите о себе. Ну, Ярланд, они не со мной пришли, они пришли встретиться с собакой-ураганом. Ты поверишь в это? Ну, как я могу об этом событии сказать? Они пришли встретиться, ну, с кем? То есть, вообще бессмыслица. Чего они так ревнуют о моей славе-то? У меня никаких, нету данных для того, чтобы занять кафедру, я ни под кого не подкапываю. Еще они умирают от каждого слова, потому что оно соответствует действительности. И поэтому они умирают. У меня нет никаких протежей, волосатой руки, вообще нигде нету. Но куда не пойду, дверь открыта. У меня ни должности нет, ни одной медали от властей, ни одной грамоты. Это у меня ничего нету. 35 лет трудового стажа. Обречающая силу совести. Вы бы не сказали про того человека. Если вы не запомнили, что я сказал, запомните одно хотя бы. Скажите, в полном, от корки до корки Новый Завет с толкованием, не выходил за 2000 лет ни в Западной, ни в Восточной Церкви. А если выходил, покажите. Это первый пункт. Вот почему я это сделал. Я делаю только там, где нет у меня конкурентов. Почему? А зачем, если он сделал? Этого не делают. Все симфонии неканонической книги, какие существуют, я перебрал. Все до единой изданы непрофессионально. По ним слова не найдешь. А мою только открыл сразу нужное слово. Это поисковик. Симфония. Это созвучие. Почему никто не составил симфонию поиска? 12 книг Дмитрия Ростовского. Пусть ответят мне. Почему должен был я это делать? До 10 раз 12 томов проходить? Почему в России никто, никто в то время не насчитал златоуста, не распространил? Почему? Почему мне выпала роль первому в России, в Советском Союзе, распространить архипелаг ГУЛАГ? Почему? Они, может, и были книги, просто их уничтожили. Значит, мало было, если уничтожили. Я знал, что книги издавать трудно. Поэтому я считал. И эта насчитка 11 кассет входила в него. Я заполнил страну. Почему московская МГБ считала, что действует в Сибири несколько отделов? Значит, чего-то стоимо. Если компетентные органы, это мне не кто-то говорит, а полковник КГБ. Сергей, я маленький вопрос задам. Скажите, вот, писатель издает книги. Их кто распространяет? Если приняли государство, значит, они распространяют. Дается пищать патриархийное, рассылает по своим магазинам. Ну так, по-другому нету. Издают книги такое. У Лапкина никто не издает, я сам издаю. И сам распространяю. А как распространять? От Тихого до Атлантического океана проехал. Вы в мировой практике найдите еще один такой пример. И чтобы издавал, я потратил на это жизнь и даром отдавать. Я вопрос за вопросом буду сдавать. Нету. Это не уникально, это единственный за тысячелетие случай. Еще непонятно-то. Я не завидую, так лопаю. Я же говорю, у вас будет в царстве Божьем них, а на них будет написано равноапостольный. Это будет только апостол, и больше не будет никого. Вот один священник так и написал. Говорит, вот поверьте, пройдет время, вырежет из книг там кое-что у Лапкина и канонизирует. А другой говорит, и будут еще мощи резать. Я говорю, я заранее предупреждаю. Я выпрошу милости у Бога, обладать талантом Епифания, Епископа Кирска. Я как дам ногой, так и с сапогом-то из могилы вылетит. Я наказал, как меня хоронить. На грудь положить мне в руки Евангелие, чтобы то раскопает взял. На кресте, чтобы все время висела ламинированная Евангелие. В целлофановом надпись. Кому нужно, берите бесплатно, и чтобы все время возобновляли. Я хочу из гроба проповедовать. И сейчас уже и другие начинают этот заказ делать. Но я первый. Начат о Кахае. Ну почему никто не составил симфонию на житья, не насчитал, не распространил в советское время? Чего они упираются, попы? Жития святых, православные книги, они как бы любят их. А у меня брали, приезжали, Пютинский монастырь. Все монастыри сидели у моих дверей. Послушников посылают, они сидят, пока я насчитаю. А ведь это не две книжки. Они сейчас сидят, чем меня монахи спрашивают. Пусть он нам составит список нарушений канонов. Пусть список составит. Монахи просят. Я недавно это опубликовал. Повторяю, из 719 действующих ныне правил 413 нарушаются. Они просят список правил. Список первый, первый. Не ставят священники раньше 30 лет. Шестой вселенский собор, 14-15. Первый, второй, десятый, понятно, но им нужен полный перечень. Да каким для женского монастыря надо? Для мужского. Для мужского. В первую очередь священники не ставят до 30 лет. А которые поставлены немедленно всех запретить. Это в первую очередь, вы сейчас приведете 5 примеров. А им нужен весь перечень. Им нужны все нарушения. А эти нарушения понятны, все знают. Вот пускай устранят, остальные им не нужны, пока эти не устранят. Это игра начинается. Когда милиционер останавливает машину, он не знает про все нарушения. Он конкретно говорит, ты не пропустил пешехода. И все. Так у него за ним числится, был пьяный. Это другой вопрос. Сейчас за это заплатить ты должен. Выписывает ему. Я выписываю им. Запретитесь священником у вас быть. Раньше 30 лет. Не исповедуйтесь, не подходите, не благословляйтесь. Они запрещенные. Они лишенные благодати. А мне это не надо. Не надо, значит, ничего ему не надо. Это главный вопрос. Они исповедуются у пацанов. Что непонятно-то? Второе. В храме не должно быть торговли. Христос это знал дважды. На это каноны соборные есть. Что еще показывать будут? Торговлю уберите. Два пункта им не выполнить. А дальше не надо говорить. Два пункта. Всего только два. Которые библейского усыновления. Потому как и Христос вышел на пропотни раньше 30 лет. Святые отцы показали. Правила не дают трактовке объяснения, почему приняты. А это правило дается с трактовкой. Ибо и Христос вышел не раньше 30 лет. А они их пацанами ставят. В 17 лет. Вот так. Дальше зачем эти правила нет? Он говорит, а я не пропускал пешеходов и не буду пропускать. Еще. За хвостом в яму от Адра. Что они там говорят? Дальше. В алтарь женщину не входить. Если надо третья, третья. Не одна женщина. А она монашка. Не имеет значения. Биологически она женщина. Даже маленькую девочку при крещении не заносят в алтарь. А мальчика заносят вокруг престола. А девочку подносят только к алтарю и перед иконой ей в кресле. Что непонятно-то? А она туда-сюда шабарщит подолом. За ней целый шлейф идет. Пятерых имела это тебе не муж. Пусть она туда не заходит. Ни в одном монастыре, нигде. Ни в мужском, ни в одном храме. Женщина не должна ногой ступать за порог. Когда я был в Синоде, при Синоде жил за рубежом. А они от меня услышали. Вы даже не знаете, что там было. Они в алтарь заходили. Они там мыли, убирали. Но они высушили это все. И в алтарь не заходят. Они заходят ко мне в каюту, в комнату, где есть-то. И говорят, помогите нам. Я говорю, а в чем польза? Мы, говорит, швабру там оставили. И вытащить не можем. Я говорю, так я-то мирянин. Я тогда не был щтецом-то. Я не имею права. Так договорились так. Я ползком иду, а они сзади смотрят за ногами, за подошвой. Я сказал, если моя подошва не должна за порог заползти-то. Я дотянулся до швабры, другой швабры. Это засыпил и дотянул. И они меня за ноги вытащили обратно. Это буквоед. Ну и что? Иисуса Новина 1.8. Написано, дабы в точности исполнить. В точности. И не надо меня упрекать в этом. Я люблю моего Господа, Бога Иегову. Люблю моего любимого Христа. Я стараюсь нигде не нарушить. Бог сказал, вопрос снят. Я православный, все правила мои. Вы просто скажите, в частном порядке. Блаженный агентил акта. Не такое, как патриархия издает. Кто-нибудь издавал или нет? Нет. А я доказать, что там многие упущения сделаны, легко докажу. А ты говоришь, а что сделать? Я не спрашивал, что сделать. Я сразу приступил к подготовке издания. У меня в жизни не было препятствий, перед которыми я бы сел и сказал, сделать ничего невозможно. Не было еще препятствий за всю жизнь. И когда я готовился ехать за границу, были трудности в получении паспорта, в открытии визы. Трудности, очень трудные, с английским посольством. Я спрашивал, скажите, это преодолимо или нет? Да, но трудно. Все, вопрос снят. Продолжаем работать. Я этот вопрос задавал каждый раз, когда говорили, что очень трудно и нужно ехать. Но ничего, съездили. Сняли отпечатки, глаза там все. Пальцы сняли. От Бога. Если ты от Бога, Бог все уравняет. Я брался за дела совершенно невероятные. Чтобы издать один экземпляр жития святых. Один, всего лишь один. Повторяю, один экземпляр. 375 метров катушка. Это 8 часов 20 минут. Требуется ровно 40 катушек. Кто это знает? Я знаю, сколько звучит. Я единственный в мире человек был, который знал это. Почему я насчитывал? А ему, чтобы узнать, сколько это звучит, надо было насчитать. Я до одной секунды знаю, сколько звучит Библия, Архипелаг, Гулаг. У меня все это есть. Библия, 96 часов. А вот, 89. 89. Я знаю это. Ну и скажи, а почему они этого не сделали? А они считали невозможно. Ну, что нельзя издать, я знал. Но я знал, что магнитофоны можно купить. Купить. А теперь дальше насчитать и с оригинала снять. А золотоводство, где-то 64 пленки. 64. А вместе с этим уже 104. Это на один экземпляр. А в магазине отпускают только 5 катушек в руки. Такая была норма. Я знаю, что это норматив. А я запустить должен, чтобы у меня студия заработала, в том студии. Нужно 10 магнитофонов крутить. Не считая оригинала. 104 умножить на 10. Что получается? 1040. У меня должно быть 1040 катушек неповрежденных, чтобы я сумел дать 10 экземпляров. Я перед этим не останавливался. До Прибалтики ехали люди. Все разыскивали. Украина. До Востока везде. И ко мне шли машины. И были случаи, что переворачивались. Шофер заснул за рулем. И, главное, в воздухе перевернулся. И машина встала на колеса. И он поехал дальше. Я вообще не слыхал такого. Ну, почему никто не делал? Спросите. Чего вы вокруг Лапкина бегаете-то? Ну, надо. Доброе дело делал. Да, доброе. Ко мне настоятели разные, священники с разных городов ехали. Но один, один экземпляр. Я разговариваю о Птюхтинском монастыре самый дальний. Откуда у меня брали? На Соловках тогда не было. Почему к вам не ехали, а ко мне? Потому что у меня склад. У меня сокровище. А чтобы это издать, ты должен знать, сколько стоит. Одна пленка 6 рублей 10 копеек. Шесть. А тысячу это шесть тысяч. А шесть тысяч машина три тысячи стоила. А я сторож. 72 рубля. Я не остановился перед этим. В то время никто меня не знал, где. Я работал как одержимый. Печи. Самое дорогое, что можно было сделать, печи. Они до четырех дней делают. Я в день две печи. От фундамента до трубы. С трубой. Две в день. Полностью. Деньги были огромные. И 90% все уходило на дело Божие. Чего вы завидуете-то? Мы разные. И я ни одному человеку не позавидовал, а только говорил, какой он талантливый. Как бы хотел познакомиться. У меня даже мысли никогда не возникло. Осудить кого-то там Мартина Людера, этого сказать, Купера за телефон, что изобрел, которым пакостно пользуется. Я только каждый день благодарю. Благослови Мартина. За интернет Тим Бернерс Али каждый день благодарю. Тимофея, который составил библейский пов... Тимофей Ха, вьетнамец. Поисковик библейский. Я каждый день поминаю их имена в молитвах. Господи, как они облегчили мою жизнь. Воздаем добром. Наставь на путь истины. Молятся они или нет? Наши молитвы разные. Разные. Молятся или они... Я, знаете, как думаю, таких людей выставляет сам Бог. То есть человек будет и не под силами делать. Если Бог не поставит, то человек не найдется. Конечно, я про это и говорю. Эти дела никто не мог сделать, пока я не родился. Они меня ждали. А так как у меня нет конкурса, никакого, никто этим не занимается, то чего вы меня спрашиваете? Мне сравнивать себя не с кем. Говорит, первый парень на деревне, а в деревне дом один. Я когда говорю, что у меня была самая большая задача стать хорошим террористом. Если бы раньше был Рамзан Кадыров или до этого Ахмат, я бы сразу пробрался туда, прополз бы змеей по горам, чтобы отомстить коммунистам. И когда нынче меня спрашивали, даже отец Кирилл Сахаров, и говорил, ну вот находите вы как-то язык со всеми людьми, какой бы веры ни были, национальности. У меня везде разговор такой, как будто мы давно знакомы. И они это видят, люди-то. Как вам Бог это открывает двери? А вот с музычка, которую убили Александром Биллой, на Украине-то. Вы бы нашли с ним язык, я отвечаю, а я бы не искал, потому что это я. Это я. В нем я вижу себя. И я бы до обращения к Богу. Он не тот, он больной человек. Он обращенец такой, на сексуальной почве там. Ну про это его нигде не говорят. Я говорю только того, которого я знаю. Там ссылку говорят, он больной человек. Неожиданный удар по репутации одного из самых активных деятелей правого сектора нанесли владельцы интернет-ресурса для взрослых. Они показали Александру Музычку, что называется, без купюр и раскрыли его тайные пристрастия. Непримиримый националист, готовый, по собственному выражению, пострадать за интересы Украины, как выяснилось. Делает это в компании девушек и не без удовольствия. Запись, которая появилась сегодня в интернете, многое объясняет в поведении одного из главных фриков майдановской революции. Вот он, человек, наводящий ужас на чиновников и силовиков новой Украины. Александр Музычко, привыкший добиваться своего кулаками, покорен и беспомощен. Человеку, непосвященному, может показаться, что активиста правого сектора жестоко пытают. В определенном смысле так оно и есть. Правда, издевательством Музычка подвергается добровольно. Нет ни наручников, ни охранников. В небольшой комнате, помимо жертвы, две проститутки в тематических костюмах. Их главное оружие – каблуки. Сеанс продолжается несколько минут. Музычка явно получает удовольствие, несмотря на сильнейшие удары по лицу и не только. Девушки, которым заплатили за такую экзекуцию, периодически устают и сменяют друг друга. Но жертве все ни по чем. Он подставляет под каблук вторую щеку и с наслаждением падает на белую простыню. Все это, чтобы не забрызгать кровью пол. Надо сказать, многие и раньше обращали внимание на многочисленные раны, которые, по словам самого Сашко Билова, он получил в бою за свободу Украины. Сломанный нос, синяки под глазами, гематомы и ссадины – все это, как теперь понятный результат, его сексуальных утех. Может быть и так. Я говорю о том, что он был непримиримый к недостаткам. Я только один момент беру. И он старался отомстить коммунистам. То есть, прощение, он садом азахит, он садом, он любил. Ну, не знаю, я сказать не могу на мертвого. Никто из знающих его этого не говорит. Это бьют только. Это еще надо все проверить. Я, что касается односторонней информации, как в Украине, я не могу сказать, я просто промолчу. Я говорю о том, что знаю конкретно. Что он был нетерпимый, что он вел себя совершенно неподобно, и он был приговорен к смерти. Это явно было видно. Я сказал, его убьют. Как с Леоновым Николаем. Тебе что говорить? Они не слышат, когда говорят, а сейчас говорить некому. Его уже нет. Но сравнивать с Музычкой Николая Леонова, это не сравнило? Нет, не сравниваю. Я говорю, что говорено было. Говорено. Я их не сравниваю. Но в данном случае они находятся на территории, откуда информации нет. Свет и тьма. Повтори. Я говорю, свет и тьма, но такой Николай Леонов был. Я не сравниваю. Я не сравниваю. Я просто говорю, что говорить о них теперь я не могу. Ничего. Кроме того, что было сказано при жизни. Да, он варвар, он подбивал танки, БТР, за ним много. Награду там от Дудаева имел, билы. Ну и что? Вот сегодня они террористы. Они такие. Это патриоты своей родины. Юда Бенгур, посмотри. Да, это же разбойники. Но он разбойник, это он был для римской власти. И народ разбойника никогда не просит выпустить. Они просили выпустить своего патриота, который боролся с римской властью, убил римского солдата. Ну, когда перед Христом там варава. Варава это был отличный человек. Отличный для евреев, которые хотели... Я понимаю, есть патриоты, понимаете. Есть люди, которые ел на любую войну, ежбою испытать, и убить кого-нибудь. Вот таким был мусочек. Он ему все равно, какая война там, ему... Он и в Сербию поехал бы, ему лишь бы убивать и голову отвязать. Это такой тип человека. Может быть так. Я его не оправдываю. Меня неправильно поймете, если скажете. Я говорю, что он не знал Христа. И он желал отомстить коммунистам. У него три дяди в ГУЛАГе погибли. Я говорю, что вот на этой позиции мы одинаковые. Вот и все. И мне другого не надо даже знать про него. Музычный пример для этого. Есть много других примеров. Я просто, когда вопросы мне задали про музычку, я ей отвечаю. Если я при жизни встретился, мне не надо было искать общий язык. Не надо. Я бы говорил с ним, как будто давно знакомый. Я бы сказал, это ваша биография, моя биография. Я не говорю ни о чем. Только о ненависти к коммунистам и об их кровожадности. Как им отомстить? Это понятное чувство. Это всегда было в народе. В любом живом человеке. Мы другие, потому что мы поручили рождение свыше. И поэтому обычные человеческие чувства нам чужды. Обычные человеческие. Месть. Там украсть. Убить. Снайперы пойти. А ему разве нет кого стрелять? Мы не можем быть такими. Мы другие. Ино бытие получили уже на земле. Я бы ему это сказал. Я думаю, что у меня не убил бы. Я надеюсь. Меня преступники, когда задерживали, как доктора Гааза и сопровождали. Потому что оказались те, кого я спасал. Да, тихо, давайте я сейчас наберу, зайду этот ролик. Сейчас скачаю его. Какой? Ну, вот этот, что сейчас записано. И сейчас я зайду вам. Так у меня Володи нету дома. Зачем нам Володи? Ну, я подумал, что надо, чтобы записано было. Нет, я сейчас его... А у вас что, не записывался? Записывался, но у меня... Ваша полголовой там всего видно. Ну, никогда не могу ничего против. Это вам принадлежит. У меня только один вопрос всегда. Будет ли от этого польза? А если есть польза, то вообще для меня никаких замков нету. Была бы польза.